Итак, доброго времени суток всем тем, кто следит за моим каналом. Некоторые пользователи откровенно жалуются на тот момент, что очень редко происходит публикация на канале. Это связано с тем, что материал, который предоставляется на канале, это только полезный материал, проверенный опытом. И больше ничего лишнего на этот канал не добавляется. Для того, чтобы сделать какое-то видео, нужно взять какую-то идею, эту идею проработать, проанализировать, потом проверить ее временем. И если получены какие-то результаты, они могут быть или положительными, или отрицательными, тогда это можно высветывать. Итак, целью данной публикации являются следующие моменты, которые в последнее время множество клиентов, пользователей, которые интересуются выращиванием грибов, задают одни и те же вопросы, на которые множество раз приходится отвечать. И ввиду того, что за браком времени нельзя более полно так в телефонном режиме дать ответ на все вот эти вопросы, для этого хотелось бы сделать вот эту публикацию, в которой будут даны ответы на множество тех вопросов, которые возникают у грибоводов не только на начальном этапе грибоводства, но и в процессе их работы, когда уже есть какой-то определенный опыт. Итак, сегодня эта публикация, она будет быстрее всего очень объемной, потому что материала очень много. И хотелось бы остановиться на каждом из этих вопросов. Недавно я нашел вот такую публикацию в интернете. Эту публикацию давал производитель вот этого, мягко говоря, материала этой продукции. На первый взгляд показалось, наконец-то, кто-то дал какие-то дельные советы, и можно было порадоваться за то, что есть полезный материал, который можно отправить или там посоветовать, посмотреть каким-то другим людям. Но при более подробном анализе, этот материал, который называется «Полезные советы», они касаются полезных советов по выращиванию грибов. Скорее всего, это не полезные советы, это бесполезные советы, которые касаются выращивания грибов. Здесь есть абсолютно парадоксальные или, можно сказать, геометрально неправильные утверждения, которые не имеют ничего общего с выращиванием грибов, и не то, что они будут помогать, а будут полностью мешать в таком направлении. Итак, для тех людей, у которых нет времени смотреть полностью всю публикацию, мне трудно определить, сколько это будет по времени, я сейчас определю главные моменты, на которых я буду останавливаться, и вы можете сделать следующим образом. Отмотав там какое-то количество, найдите тот материал, который вас будет больше всего интересовать, и там можете посмотреть ответы на следующие вопросы. Итак, мы сегодня рассмотрим два основных способа выращивания грибов. Это экстенсивный и интенсивный способ. Мы на основе этой публикации, это очень хороший последовательный алгоритм, по которому мы будем отвечать на все эти вопросы. После того, когда мы разберем два основных этих способа, мы остановимся еще на одном. Я буду иногда заглядывать на секундомер, чтобы делать видео. Оно будет иметь несколько частей, и для того, чтобы разделить это видео на такие вот правильные части, мне нужно будет следить просто за временем. Итак, на каких вопросах сегодня будем останавливаться? Значит, первое, это выращивание у деревьев или около деревьев на плантации. Второй вопрос, выращивание в лунках. Третий вопрос, выращивание на плантации в котловане. Четвертый вопрос, выращивание на древесине, чурках, поленьях и бревнах. Дальше, пятый вопрос, выращивание на пнях или пеньках. выращивание 66 выращивания на компосте и 7 выращивания на субстрате очень интересный вопрос выращивания на субстрате здесь ему уделено столько же времени сколько и на лунках вопрос вообще выращивания относительно субстрата чуть остановлюсь такая вот ремарка некоторые клиенты в телефонном режиме просят ну расскажите мне в общих чертах как вырастить там вешенку на субстрате для того чтобы мне изложить этот вопрос от начала до конца мне нужно приблизительно четыре часа я думаю что таким моментом чтобы мою мысль изложить от начала до конца мне нужно четыре часа и на этом как бы ставится точка в этом вопросе в общих очень в общих чертах это можно найти какой-то материал в интернете но большинство людей жалуются что в интернете они встречают противоречивые материалы материалы которые советуют но абсолютно противоположные какие-то информацию и трудно определиться что в этом всем является истина вот для этого я хочу рассмотреть все виды выращивания грибов и скорее всего каждый раздел мы разделим на такие части да действительно лучше всего это будет сделать несколько публикаций по всему и по каждому этому вопросу и каждый будет иметь свое название и тогда можно будет каждому пользователю найти именно те вопросы которые их интересуют итак выращивание на субстрате будем рассматривать потом восьмой вопрос выращивание в банке в банке в смысле не в коммерческом банке в банке смысле в стеклянной банке и в результате всего этого мы подведем какие-то итоги итак видео будет прошлое видео тот кто смотрел вот у меня сзади там я тоже его включил многим пользователям но нравится они высказывают очень положительные отзывы относительно этого видео оно было очень таким динамичным много движения много там растений природы и красочные такое вот изображение здесь же обсуждаем вот такой материал он получается чисто лекционный и выносить его какие-то другие способы нету никакого смысла для этого меня есть боку вот такое скажем так пианино которым я буду стараться как-то развлекать вот эту скучную лекцию относительно того матки материала который будет озвучен потому что лично для меня большинство этих моментов которые здесь описаны я без мягко говоря так без юмора воспринимать не могу и так что относительно всего остального можно сказать поехали и так пианино начало работать у него есть вот такие разные функции и опции даже так он может работать вот как он где-то режиме мы сейчас будем изучать как вырастают грибы что с ними делать и и что с ними делать не стоит и так начнем с того что побудило меня к этой публикации один интересный момент один клиент перезвонил мне и задал вопрос относительно вот такого материала который он приобрел на раскладке семян которые продаются весной в огромном количестве он купил этот материал за 35 гривен приблизительно это где-то в районе четырех долларов и попросил совета что делать с этим материалом на первых порах я какие-то начал искать способы действительно он сказал ну как было озвучено или как заявлено производителем здесь находится сухой мицелий вешенки королевской целях любознательности я хотел узнать что находится под вот этими бумажными наклейками которые находились спереди этого материала и сзади этого материала я их снял сзади ничего не оказалось то есть этот пакетик он используется для всех видов я так понял всех видов грибов которые реализуют этот производитель виду коммерческой и этики и я не буду называть этого производителя если кто то такое что то подобное видел или покупал после такой публикации вы сделаете свои соответствующие выводы и очень рад что вы попали на такую публикацию которая избавит вас от ненужных движений значит вот этот человек из житомирской области это на украине чудневский район фамилия его липовой СО и так огромная благодарность липовому СО который предоставил нам вот этот материал для исследования взамен ему было отправлено две упаковки живого мицелия которые я ему предложил использовать для посадки по деревне то что он хотел сделать этот материал был отправлен с целью его посева в лаборатории дальнейшего анализа что находится внутри этого пакета и этот пакет я пообещал что я ему тем же образом отправлю обратно и вместе с этой видеопубликацией чтобы он дальше тоже принял свое решение что он будет делать с этим пакетом и так на пакете на этой наклеечке значится что это здесь находится сухой мицелий вешенки королевской предлагается здесь его садить на какие то чурки куда то их закапывать я вы знаете я даже не буду времени тратить вот это читать да это полнейшее неизвестно что значит что было предпринято для того чтобы определить что находится в этой упаковке был предпринято следующее мероприятие Был сделан пассив на питательные среды, которые используются для культивации мицелия вешенки, вешенки королевской и шейтаки. То есть эти грибы в этих условиях прекрасно себя чувствуют, прекрасно произрастают. И специально для того, чтобы снять все вопросы относительно чистоты эксперимента, была использована контрольная группа, в которую были взяты те же среды, того же даты посева, того же времени карантина. И для чистоты эксперимента одновременно был посеян вот этот материал и был посеян тот материал, который используется у меня в лаборатории для производства мицелия. Результаты для меня не стали ничем удивительным. Для меня они были более закономерны и чуда не случилось. Просто технически понимая сложности, которые необходимы для производства сухого мицелия, мне лично самому трудно представить способы, как можно получить стерильный сухой мицелий. Лаборатория по производству такого мицелия, она стоила бы каких-то астрономических денег, потому что вот мицелий, живой, который находится здесь, для того, чтобы получить из него сухой материал, его нужно просто высушить. Но высушить в стерильных условиях, то есть его туда нужно поместить. Это должен быть какой-то там персонал или роботы, или я вообще не представляю, как его помещать в это помещение. Умудриться его высушить, потом расколоть на зерно то, что находится здесь. И дальше его фасовать вот в такие пакеты. Теоретически это сделать возможно. Но само производство должно отвечать требованиям где-то приблизительно на уровне фармацевтического завода. Я глубоко сомневаюсь, что кто бы то ни было, вкладывал бы такие деньги в такую стерильность, как фармацевтический завод, для того, чтобы производить вот этот сухой мицелий. Или если бы это даже произошло, то стоило бы совсем других денег и продавалось бы совсем для других целей. Ну и в любом случае для посадки в грунт, как предлагается вот здесь, 10 граммов, но однозначно это мало. Тем более 10 граммов это здесь не мицелия, это здесь 10 граммов колотой пшеницы. Как оказалось, что находится внутри, даже при первичном таком изучении, видно было, что здесь какое-то зерно. Ну зерно дальше будет видно. Это колотая пшеница, просто размолотая, засыпанная в эту упаковку. Итак, более ближе к тому результатам, которые оказались здесь. Знаете, пассиво будет сделан 24 мая. Сегодня 31 мая. 31 мая, это прошло ровно 7 дней. И через 7 дней можно конкретно видеть результат. Съемка производилась вот этого материала на протяжении всего роста. Его можно посмотреть на нашем, ну таком канале, где находятся фотографии. И видео можно посмотреть в ютубе. И можно все это достоверно проверить от начала и до конца. Значит, долго не останавливаясь на каких-то моментах, предоставляю вашему вниманию. Итак, это две чашки. Для чистоты эксперимента было взято два состава питательной среды. То есть, видно, цвет отличается на двух чашках из-за того, что состав здесь немного отличен. Этот состав более адаптирован к тем видам грибов, которые выращиваются на древесине. Этот состав более подходит для обыкновенной вешенки, которые выращиваются на соломе или лузге. Для вешенки обыкновенной. Итак, открываем. Это бактериологическое оружие. С ним нужно относиться к нему очень осторожно. И пробуем попасть в фокус. Здесь слышно резкий запах плесени. Резкий запах плесени слышно невооруженным глазом. Я думаю, вам даже при просмотре этого видео его будет слышно. Такие грибы вы часто встречаете. Или, может, не встречаете. Но однозначно где-то в жизни вы видели. Хлеб, который находится в пакетах, со временем начинает плесневеть. И вот такая плесень появляется в этих пакетах. Он имеет точно тот же запах. Нельзя что-то добавить относительно нечистоты самой среды. Так как видим, где среда находится интактной, на ней роста постороннего нет. Рост находится только в тех местах, куда попало зерно из этой упаковки. Здесь четко видно. Вот эти бугорочки это частички зерна. И именно из этой частички зерна произрастает плесень. Ну, скорее всего, это пенициллин. Или даже тут вместе пенициллин с одной стороны, вот этот, светлого цвета. Более темный, это триходерма. Эта триходерма за три дня убивает 12-килограммовый блок вешенки обыкновенной. Убивает насмерть. Три таких блока в помещении за две недели могут убить тону субстрата. Это бич божий любого грибовода, с которым трудно бороться. И для этого, чтобы его устранить из помещения, предпринимаются очень сложные мероприятия. То, что растет вот эти пятна такие белые, это пусть меня кто-то поправит, кто более осведомлен вот в такой микромикологии, но мне кажется, что это просто-напросто это дрожжевые грибы. Дрожжевые грибы, которые прекрасно себя чувствуют на пшенице. Потому что из них делают хлеб, и они очень прекрасно в симбиозе проживают. Почему так много дрожжевых грибов? Это зерно, которое было или замочено, или перемочено, или оно забродило, если оно дает. Ну, на этой чашке, даже вооруженным глазом попробуем попасть в фокус. Ну, камеры, покажи нам. Вот, здесь видим. Очень четко видно темную плесень. Это все, что угодно. Это может быть все, что угодно, но это не королевская вешенка. Королевская вешенка, сейчас я покажу чуть позже, как она выглядит. Это не королевская вешенка. Это четко видно, вот это, скорее всего, триходерма. Определенным образом видно, что весь рост происходит именно из самого зерна. За 6 дней эта плесень, прекрасно себя чувствуя на этой среде, произросла полностью, почти всю чашку. Почему на той среде выросла одна плесень, на этой среде выросла другая плесень? Потому что предусмотрительно было сделано посадку на двух разных средах. На этой среде более прекрасно себя почувствовала вот эта черная плесень. На той среде более прекрасно себя почувствовала другая плесень. Такие вот результаты были получены в результате посева этого материала, который находился в этой упаковочке. Итак, сейчас зададим один очень камерзный вопрос. Относительно того, что давайте допустим, что была нечистая сама питательная среда, или допущена ошибка при самом посеве этого материала. То есть здесь находится качественный, хороший материал, а это все инсинуации на тему, чтобы скомпрометировать производителя. Вот так вот это назовем. Итак, для этого ровно на среду того же среды, такого же состава, двух разных, было высеяно точно такие же среды. Одна находилась на карантине от 22.01. От 22 января эта среда находилась на карантине. То есть почти уже 4 месяца на ней не было никакого патологического роста. Она дождалась своего звездного момента, и мы ее облагородили палочкой королевской вешенки. И вот эта среда, которая находилась на карантине, сейчас, одну секундочку, она находилась на карантине от 23 марта, то есть прошло уже почти 2 месяца. Тоже на этой среде не видно никаких поражений, то есть она прекрасно прошла карантин, нет никакого патологического роста. И вот были засеяны две вот этих среды. Итак, результат можно видеть на этих двух питательных средах. Итак, давайте проанализируем то, что мы здесь видим. Четко видно, первое, что четко видно, что это палочка. Вокруг этой палочки видно одно, такой гомогенный, как вата, одного цвета, без каких-то включений, без каких-то других наростов, изменений и всего остального. Четко видно рост королевской вешенки, которая выращена из палочки. Никакого постороннего роста по самой среде здесь не видно. Почему она растет таким вот образом? Потому что в процессе инокуляции вот этой палочкой было сделано вот такие движения. Она просто прокаталась по этой среде, оставив за собой шлейф из клеток королевской вешенки. Там, где она касалась вот самой среды, сейчас можно видеть, что на протяжении одной недели очень хорошо произрастает мицелий. Анализируем вторую чашку. Здесь это, значит, во-первых, что не прокатывалась сама палочка, ну, так, для такого контроля. И с другой стороны, ну, чашка немножко так старая, на ней так чуть хуже изображение. Но, в общем, можно видеть, что роста по самой среде постороннего нету. Палочка хорошо пушится. И дальше, в дальнейшем здесь, когда пройдет некоторое время, эта среда тоже заполнится полностью королевской вешенкой. И вот тот материал, из которого делался посел. Вот, можно видеть палочки, из которых засевалось, значит, вот эти чашки, палочки попадают сюда, вот, и такой инкубационной банки, где находятся, большее количество потом они перемещаются. И вот результат, который выращен из такой вот чашки, но выращен намного раньше. Это приблизительно три недели назад. Вот мицелий королевской вешенки. Это живой мицелий королевской вешенки. Это живой зерновой мицелий. Сейчас попробуем его, так, чуть убрать свет, для того, чтобы более четко было видно зерно и чистой мицелий, без каких-либо посторонних ростов и так далее. Вот так он должен приблизительно выглядеть. Теперь, проанализировав все то, что было выше сказано, нужно сделать один такой вывод, что больше, в принципе, тут и добавить-то нечего. Все, само собой, очевидно. Если вам попадают вот какие-то такие материалы и вы смотрели это видео, то сделайте свои соответствующие выводы.